Найсли Энтертаймент В главных ролях Рианон Фиш и Митчелл Бург, композитор Матратек. Их связала любовь, Оливия Перкинс. Оператор Син Фанг Чунг. Авторы сценария Эдриан Пауэрс и Кайра Брэдшо. Режиссер Эдриан Пауэрс. Райский остров. Тропическое приключение ждет вас. Подтвердите бронирование. Подтверждено. До встречи в раю. Оливия Перкинс. Знаете, я просто обожаю вашу книгу «Их связала любовь». А она просто супер. Я очень рада это слышать. И зовите меня Оливией. А вы не против? О, без проблем. Сейчас. Оливия Перкинс. Спасибо вам. Скорей бы следующую прочесть. Я работаю над ней. Прелесть. Концепция нового романа. Без названия. О, привет, незнакомец. Прости. Я пять часов проговорил с командой разработчиков. Можешь не объяснять. Я приготовила тебе сюрприз. Та-дам. Поздравляю с нашей годовщиной, дорогой. О, Оливия, я не очень… Я знаю, что ты думаешь. Мы оба очень заняты. Но мы ведь уже много лет мечтаем туда поехать. И мы заслужили отдых. Твое приложение стало хитом. У меня контракт на новую книгу. Милый, мы ведь договорились, что обязательно это сделаем. Уедем, чтобы наконец осуществить настоящее приключение. Что скажешь? Оливия, мне очень жаль. Я думаю, что нам с тобой следует разойтись. Что ты сказал? Ты же сама говоришь, что работаешь над новой книгой. А я все время занимаюсь приложением. Наши с тобой пути разошлись, понимаешь? И я все время… Постой, позволь мне прояснить. Пока я планировала поездку по случаю нашей годовщины, ты, дорогой, решил со мной порвать? Я много об этом думал. Это в интересах нас обоих. То есть… И поверь, мне нелегко это делать. Послушай… Поверь, нам не стоит делать то, о чем мы можем потом пожалеть. Но как… Слушай, я дам тебе время подумать. Мне правда очень жаль, Оливия. Мисс Перкинс, это опять я. Как насчет фото? Спасибо. Ну что, как идет работа над концепцией книги? Хорошо. Я уже почти закончила. Чудесно. А можешь сказать, о чем она будет? Да, конечно. Она будет… Мне осталось обдумать несколько небольших деталей. Милая, ты ведь знаешь, я не люблю тебя подгонять, но мы три раза сдвигали срок. Я знаю. Твоя книга должна стать нашим главным бестселлером. Твоим фанатам не терпится прочесть новую историю в твоем фирменном стиле. Путешествие, отпуск, горячая страсть и романтизм. Тебе не стоит изобретать велосипед. Мне нужно еще чуть-чуть поработать над концепцией. Еще чуть-чуть? Ты знаешь, как я уважаю твой творческий процесс, но тебе следует поспешить. Даю десять дней. Вы сказали, десять дней? В противном случае нам придется выпустить другую книгу вместо твоей. Мне очень жаль. Я… Я постараюсь успеть. Не волнуйтесь. Замечательно. Я буду ждать. Договорились. Их связала любовь. Оливия Перкинс. Войдите. Ваше Высочество. Добрый день. Привет, Уинстон. Не нужно это делать. Я сам справлюсь. Я следую королевскому протоколу, сэр. Хорошая книга, сэр. Потрясающая. Приключения, загадки и любовь. Я полагаю, в наш график такое не входит. Боюсь, что нет. Сегодня Вы и Ее Величество ужинаете с послом. Потом, в течение нескольких дней, Вы будете сопровождать ее в ООН и на мероприятиях в музеях Гугенхайма и Метрополитен. Ну а потом, сэр, нам уже надо будет лететь обратно в Торовию, где пройдет королевский бал. Уинстон, нам нужен отпуск. У принцев их не бывает. Да, совсем забыл. Во дворец пришло письмо от доктора Ли. Нас приглашают на благотворительный вечер на райский остров. В этот уикенд. Я ведь столько лет там не был. А мы можем полететь? Боюсь, что нет, сэр. Бал будет на выходных. Я забыл. О, Александр. Мам, привет. Рад, что ты вернулась. Я только что получил... Один момент, милый. Я ездила завтракать в Олдорф, и ты не угадаешь, с кем я там пересеклась. С леди Рэншу. Кэтрин? Было очень приятно ее увидеть. Так, Кэтрин? Разумеется, мэн. Я передала ей привет от тебя. Уверена, мы замечательно пообщаемся с ней на следующих выходных. На выходных? Да, я пригласила ее на наш бал. Это будет замечательный вечер. Мы ведь говорили об этом. Между мной и ней вообще нет никакой химии. Не выдумывай, Александр. Из вас получится идеальный союз. И потом. Жители Таровии уже устали ждать, когда их принц наконец женится. Как я мог забыть? И что еще важнее. Такой человек, как Этрин, может сделать тебя счастливым. Рядом с тобой должен быть хороший человек. Главы государств бывают очень одиноки. Простите, мэн. Машина приехала. Спасибо, Ридли. Благотворительный вечер. Когда мы вернемся в Таровию, ты пообщаешься с ней и увидишь, как... Мама, мне очень жаль, но я только что вспомнил, что я обещал доктору Ли приехать на благотворительный вечер. Что? Где он пройдет? На Райском острове. Так ведь, Уинстон? Как... Да, это так. А почему мне не сообщили об этом? Я постараюсь объяснить. Может быть, случилась какая-нибудь накладка? Суть в том, что меня там ждут. Если мне придется отменить визит, произойдет большой скандал. Так и быть. Но ты должен помнить, Александр. Став королем, ты уже не сможешь уделять время подобным личным прихотям. Ох, Господь милосердный, ты хуже, чем твой отец. Спасибо, мам. Уинстон, сделай одолжение. Сообщи доктору Ли, что мы приедем на вечер. Сэр, подобный обман может вас... Слушаюсь, сэр. Концепция нового романа. Без названия. Ну, давай, Оливия. Ты сможешь. Дождь. 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 Я тебе. Не спрашивай. Не спрашивай. Это её лучший роман? Извините. Мы не встречались? Я сомневаюсь. Ну ладно. Что ж, куплю в другой раз. Спасибо. Их связала любовь. Оливия Перкинс. Что-то случилось, сэр? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доставка еды. Проголодалась? Если честно, не очень. Надо есть. Каждый раз, когда я пытаюсь написать романтичный, эмоциональный текст, я впадаю в ступор. А потом ложусь спать. В таких делах нельзя спешить. Выпей. Как хочешь. Едешь в отпуск? Райский остров. Нет, я хотела поехать в отпуск с Кайлом, но он сказал, что хочет со мной порвать. Хотя мы договаривались, что поедем в отпуск. Устроим себе приключение. Но оказалось, что у него совсем другой план. Эй, ты в порядке? Я не знаю. Я знаю, что переживу разрыв. Но что делать с книгой? Может, я не смогу писать? Не переживай. Муза снова придёт. Можешь поверить. Давай полетим. Ты не шутишь? Нет, это будет супер. Ты ведь мечтаешь о приключении, а мне нужно отдохнуть. Работа над весенней коллекцией выжила из меня все соки. Кэти, у меня есть дедлайн. Может быть, там ты найдёшь вдохновение, которое ищешь. Днём будешь веселиться, а вечером писать. Может, это идеальный вариант. Ладно, давай. Хорош! Русский, воскрес, встречай нас. Только посмотри, у них есть йога в джунглях, бассейн с коктейлями и... Обалдеть, норкелинг на рифах. Что скажешь? Это ведь опасно, Кейт. Кто знает, что может быть под водой? Ну уж нет. Как хочешь. Мне казалось, ты ищешь приключений. Ух ты! Я хочу на массаж. Спасибо вам. Не за что. Свежий воздух, океан и никаких подхалимствующих послов. Да, мой принц. Рад снова быть здесь. А доктор Ли не звонил? Как ни странно, нет. Что ж, мы прилетели раньше. Может, нам стоит поздороваться с доктором? Конечно. Я должен выгрузить остальной багаж. Выгружай. А я пока прогуляюсь. Один, сэр? Уинстон, это райский остров. Уверен, тут мне ничего не грозит. Хорошо, сэр. И раз уж ты здесь, постарайся отдохнуть. Чуть-чуть. Договорились? Да, сэр. Ты только глянь на этот номер. Супер! Так, а теперь идем в бар. Нет, мне надо поработать. У бассейна поработай. Сходи пока одна. Ладно, как скажешь. Увидимся позже. Свалите отсюда. Концепция нового романа. Без названия. Свежий воздух еще никому не вредил. Отлично. Смотри. Хорош. Вы издеваетесь? Извини. Маген. Этого не может быть. Этого не может быть. У вас все в порядке? Что вы здесь делаете? Я хотел вас о том же спросить. Вы что-то потеряли или изучаете местную растительность? Вы об этом? Нет, нет. Я просто исследую сад. Люблю на природе гулять. Я понял. Ищите вдохновение для новой книги. Листи. Спасибо. Да, это так. Я вся думала, догадались вы или нет. Между прочим, я сразу подумал, что у вас очень знакомый вид. Итак, вам удалось раскрыть мою личность, но вы не ответили на мой вопрос. Что вы здесь делаете? Ага. В общем, я... Оливия? Кайл! Какая встреча! Зачем ты прилетел на остров? Ты ведь... Ты ведь всегда с восторгом о нем отзывалась. Но вот я и решил, что мне стоит съездить сюда в отпуск. О! Очень странно, когда мы разговаривали в последний раз, ты не хотел в отпуск. Я смотрю, и ты решила приехать. Да, как видишь, да. А со мной... Милый! Здесь так красиво! О! Привет! Я Тиффани. Тиффани. Какой чудесный сюрприз. Я Оливия. О! Я... Александр. Рад знакомству. О! Очень приятно. Я Кайл. Очень рад. Ну и... Ну и... Как вы познакомились? Мы с Тиффани познакомились три недели назад на конференции специалистов по маркетингу. Я была очень впечатлена выступлением Кайла, поэтому я познакомилась с ним, и вот мы здесь. Он такой спонтанный. О, да, да. Никогда не знаешь, что он сделает в следующий момент. Ха-ха-ха-ха. Ну ладно, мне надо вещи распаковать. Ты тут не задерживайся. Ладно? Удачи вам. Спасибо. Она просто прелесть. Слушай, я... Я знаю, это может показаться странным. Вовсе нет. И потом я совсем не расстроилась. Даже наоборот. Супер. Угу. Тогда, может, втроем пообедаем? Понимаешь, насчет... Сейчас я очень... Я очень... У нас уже есть планы на обед. Так ведь, Оливия? Серьезно? Угу. Точно. Да, мне очень жаль, Кайл. Александр. У нас с Александром уже есть планы на обед. Я понял. Что ж, тогда в другой раз. Давай. Мы будем тут неделю. О, везет же вам. Ну что ж. Рад был тебя видеть. Нет, давай лучше вот так. Конечно. Да. Всего хорошего. Счастливо. Спасибо, что помог. Забудь. Так значит, это был твой бывший... Мой бывший парень, да. Я надеялась, что между нами будет полторы тысячи километров. Я собиралась... О, привет. Привет. Я Кэти. Ну все, надо бежать. Эй, стой! Спасибо за помощь, Алекс. Может, мы еще встретимся здесь? Ты не поверишь, что сейчас произошло? У меня просто нет слов. То есть, он сказал, что не поедет, а потом приехал с новой девушкой? Я занимаюсь только своим приложением. Эээ, лгун. Как мне теперь работать? Я ведь хотела сменить обстановку, а не обедать со своим бывшим. Угу. Хватит, я сдаюсь. Не вешай нос. Здесь куча вещей, которые помогут вернуть вдохновение. И, кстати, я забыла спросить. Кто это тот очаровашка? Просто парень, с которым я столкнулась в книжном. Мир тесен. Очень тесен. А может быть, это судьба? Снова встретиться с красивым незнакомцем, приехав на райский остров. Хватит. М-м-м. Эй! Ха-ха-ха! Стой! А-а-а! А-а-а! С возвращением, Ваше Высочество! Здравствуйте, Анна! Рад вас видеть! Король Александр Второй. Сэр, доктор Ли просит его простить. Ему пришлось улететь на материк. По семейным делам. Ясно. Жаль. Он сказал, что вернется лишь через пару недель. А благотворительный вечер? Они не знают. Может, его отменят? Ведущего нет. Его нельзя отменять. Они зависят от пожертвований. Я это сделаю. Сэр. Я проведу этот вечер. Вы, сэр? Мы ведь побывали на сотнях подобных мероприятий. Мы знаем, что там происходит. У нас есть целых семь дней. Мы сможем. Но тогда вам придется прочесть речь. Наверное, ты прав. Отец помогал здесь все строить. Это наш второй дом. Я должен помочь. За весь день мне даже двух предложений не удалось написать. Ладно, не стоит себя корить. Не торопись. О, шоколадный торт. Хочешь? Почему нет? Искатели приключений говорят совсем не так. Что ж, я возьму нам пару коктейлей. Сейчас вернусь. Я буду здесь. Изучим список гостей. Надо убедить, как можно больше людей сделать пожертвования. Согласен, сэр. И можешь мне больше не напоминать про речь? Может быть... Извини, Уинстон, я должен сделать одну вещь. Конечно, сэр. И еще один момент. Сейчас я не принц. Понял? Сэр. Подыгрывай. Что ж, это место гораздо приятнее кустов. Я решила, что вечер лучше провести здесь. А, извините, это мой старый друг Уинстон. Уинни. Для своих. Уинни, знакомься, это Оливия Перкинс. Я польщен. О, я тоже польщена. Вы проводите отпуск вдвоем? Не совсем. Мы тут по делам. Морской заповедник проводит сбор средств. А чем вы занимаетесь? Я работаю у них. Для них. Периодически. Я время от времени консультирую их. Помогаю им защищать океан. Это объясняет то, как вы здесь оказались? Да, именно так. Между прочим, раз мы постоянно встречаемся, то, может быть, если, конечно, у вас нет никаких планов, то завтра я бы хотел пригласить вас ознакомиться с развлекательной программой. Я приехала сюда поработать, так что... День добрый. Катя, это Александр и его друг Уинни. Рад знакомству. Польщен. Уинни? Какая прелесть. Ну, и какие у вас планы, мальчики? Ну, я как раз спрашивал Оливию, не хочет ли она... О, мы с радостью. Ты шутишь? Я ведь должна... Один момент. Что ты делаешь? Нет, что ты делаешь? Этот милый, интересный парень предлагает потусить вместе. О чем тут думать? А книга... Это для книги. Помнишь, мы здесь ради приключений. А ведь, чтобы их найти, нужно что-то делать. Согласна? Угу. Простите, еще пару секунд. Спасибо. Кэти, я не могу все бросить. Слушай. Только представь, как отреагирует Кайо, когда увидит, что ты проводишь время с красивым мужчиной и наслаждаешься жизнью. В этом что-то есть. Супер. Договорились. Тогда ждем вас на пляже в десять. Обоих? Обоих. Значит, до завтра? Угу. Нам надо прийти вдвоем? Угу. Остан, я не знал, что ты такой хороший актер. Спасибо, сэр. Давай, пока мы здесь, забудем о любых титулах. Сообщи всем. Позвольте вам напомнить, что нарушать протокол может быть очень... Это же не дворец, так ведь? Пусть это и так, но вы играете с огнем, ваше высочество. Я знаю. Думаешь, надо сказать, кто я такой? Слушай, я так и сделаю. Можешь поверить, но сейчас... Я в первый раз познакомился с девушкой, как обычный человек. И я в первый раз ощутил, каково это быть обычным человеком. Я могу быть самим собой, общаясь с ней. Как пожелаете, Александр. Спасибо. Я скажу, и я тебе клянусь. Когда придет нужный момент. Принц необычно общителен, но причин для опасений нет. Это радует. Будь добр, приглядывай за ним, ладно? Не волнуйтесь. Я хорошо о нем позабочусь. Спасибо, Виндлэ. Мэм. Не нервничай, мы просто отдыхаем. Никакого экстрима не будет. Привет. Просто делай, как я. На помощь? Можно? Можно я? Давай. Чтобы сделать правильный грибок, используй пресс. Вместо того, чтобы работать руками, двигай своим торсом. Это легко, поверь. Вот так? Да, молодец. Да, вот так. У меня выходит. Я научилась. Хорошо. Осторожней, осторожней. В порядок? Да, да, все супер. Извини, ты сказал, что это очень легко. Так, Виндлэ? Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Как это у тебя получилось? Дело в том, что я очень одаренный человек. Согласен. Вот как. Очень. Эй! Эй, народ! Кто-нибудь хочет поиграть? Нет, малыш. Оливия не любит вэлийбол. О! Тогда забудь. Я не откажусь сыграть. Спасибо, Тиффани. Супер. Супер. Сыграем? Само собой. Давай! У-ху! У-ху! О! О! Черт! У-ху! Есть! У-ху-ху! У-ху-ху! Давай! Неплохо. Я играю лучше, чем ты. Ну же, соберитесь! У-ху-ху! 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 Вот так! У-ху-ху! У-ху! У-ху! Есть! Да! Майл! У-ху! Добрый день! Спасибо, спасибо! Это твоя сторона! У-ху-ху-ху! У-ху-ху! У-ху! У-ху-ху! У-ху-ху! Да! Да, это было супер! Сто процентов! Молодец! У-ху-ху! Классный матч! Да! Неплохой! До новых встреч! А-а-а! Малыш! Этот отпуск лучше из моих идей. То есть, из наших с тобой идей. Ну вот, молодец! Как тебе обед? Прекрасно! А вам принц? Это старое прозвище. Так ведь? Да. Да. Вот как? Да, это длинная история. Я словно всю жизнь, всю жизнь за ним прибираюсь. А-а-а! Я прошу прощения. У меня появилась мысль. Может, Уинни пойдет со мной на сноркелинг? Пойдешь? О-а-а! Конечно! Я с удовольствием. Класс! А кто-нибудь с нами пойдет? Угу. Конечно, пойдет. Правда? Нет! Ты же знаешь, я ненавижу сноркелинг. Попытка не пытка. Пойдем. Увидимся! Давай! Что-то мне подсказывает, что я не уговорю тебя поплавать у рифов. Ты просто ясновидящий. Что ж, нам следует... Ты не хочешь погулять? На пляже, может быть. Если не хочешь... С удовольствием. Может, ты видел ее где-нибудь? Нет, иначе бы я ее узнал. Ридли, ты должен установить ее личность. Но не вызывая подозрений. Я вас понял. Спасибо, Ридли. Я обо всем позабочусь. Наверное, этот остров сильно отличается от Таро Ви. И я этому очень рад. Там так плохо? О, нет-нет. Там очень красиво, поверь. Понимаешь, дело в том, что... Моя семья меня слишком опекает. Они гордятся тем, что ты делаешь? Боюсь, что моя мать желает мне другой карьеры. А. И любит мне об этом напоминать. Поверь мне, такие вещи происходят и в других странах. Мама часто мне говорит, что лучше бы я продавала недвижимость. Ужас. Ты знаешь, я с детских лет мечтала стать писательницей. Я быстро смирилась с тем, что принцессой мне не стать. А что отец думает о твоей работе? Он умер, когда я был ребенком. Прошу прощения. Ничего страшного. Я счастливчик. Я успел как следует его узнать. Он помогал создавать морской заповедник. Мы частенько бывали здесь. Он считал, что людям надо помогать. Когда я в себе сомневаюсь, думаю о нем. И об острове. Это глупо звучит. Вовсе нет. У тебя есть любимый укромный уголок? Может быть, сэндвич-хаус на 34-й? Наверное, сэндвичи там пасы. Можешь поверить, за них можно отдать жизнь. А вообще, я редко заезжаю куда-то дальше Джерси. Постой. Но ведь герои твоих книг объездили весь земный шаг. Это вымысел. Разочарован? Напротив. Я еще сильнее впечатлен. Спасибо. Так вот, почему ты воду не любишь. О, поверь, мне всегда хотелось путешествовать. Находить новые интересные места, проживать реальные приключения, понимаешь? Но когда я начала писать, мне пришлось поехать в Нью-Йорк, находить издателей и тому подобное, и так далее. И времени не оставалось. Теперь ты здесь. Тебе удалось. Да, вот только я собиралась сюда приехать на годовщину отношений с Кайлом. Только вот он мне сообщил, что на отношения у него времени нет. Ты шутишь? Оказалось, мой бывший, тот еще ложец. Да уж. Да, я умею выбирать мужчин. Причем проблема состоит не в этом. Понимаешь, мои фанаты любят читать про любовь, и они хотят, чтобы каждый роман имел счастливый конец. И когда я пытаюсь что-то написать, я сталкиваюсь, я стараюсь отыскать... У тебя кризис? Да, это настоящий кошмар. Моя издательница психует из-за сроков, и все проходит, ну... В общем, это меня очень пугает. Я могу тебя понять. Я бы так же себя чувствовал. Но могу тебе сказать, как один из твоих главных поклонников, ты никому ничего не должна. Тебе не стоит спешить. Ты все напишешь, когда будешь готова. Я буду ждать. Мы будем ждать. Твои фанаты, то есть... Я догадалась. Ты можешь это моей издательнице сказать? С удовольствием. Спасибо за еще один чудесный день. У меня таких навалов. Прости, что узурпирую все твое время, но ты пойдешь со мной на благотворительный вечер. Иначе мне придется идти с Уинстоном, а я бы очень хотел, чтобы он отдохнул. Я должна свериться со своим расписанием. А. Но вообще я не против. Я очень рад. Сладких снов. И тебе тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Войдите. Привет. О, привет. Сэр, привет, старик. Как тебе, Риф? Весьма впечатляет, сэр. Супер. Надеюсь, вы хорошо провели время с мисс Перкинс. И чем вы занимались? А, мы ходили гулять на пляж. И как? Сказать по правде, она потрясающий человек. Мне понравилось. Что ты делаешь? Что ты... Ты что это? Ты что, пишешь? Муза вернулась? А, чем ты вообще говоришь? Класс. Может, хватит? Вот видишь, мой совет был верным. Только не танец. Ну все, все, хватит. Это был очень хороший совет. Супер. А теперь можно мне поработать? Конечно. Тогда я продолжу танцевать вон там. Я молодец. Она проницательная, остроумная. Возможно, она самый интересный человек из моих знакомых. После тебя, само собой. О, вы знаете, как мне польстить. Однако, позвольте спросить, с каким из Александров она познакомилась? С борцом за охрану природы или с принцем? Я знаю. Я сообщу ей, я просто выбираю момент. Позвольте задать вам еще один вопрос. Почему вы не решаетесь сказать ей правду? Так как ложь гораздо приятнее. О, принц. Так и быть. Здравствуйте. А вы ошиблись, это не ее заказ. Нет, мисс, это подарок от одного из ваших гостей. Вот они дают. Ого! Ого! Да. Нужно что-то подписать? В этом нет нужды, мисс. Надо лишь фамилию уточнить. Перкинс. А имя ваше как? Оливия. Ого. Спасибо вам обеим. Нет, вам спасибо. Ничего себе. Я выяснил, как ее зовут. Оливия Перкинс. Американка. Автор популярных романов. Отец, мастер по ремонту холодильников, мать, домохозяйка и приходящий бухгалтер. Не совсем аристократия, так ведь? Да, мэр, не совсем. Незамужем, недавно рассталась с молодым человеком. Ридли, нам следует что-то предпринять. Да, мэр. Оливия. Привет. Я решила поработать. Я должен тебе кое-что сказать. О чем? Последние несколько дней я был счастлив. Только вот... Дело в том, что я не совсем был откровенен. Так. В общем, я хотел сказать, что я не тот... Я не тот... Сэр? Сэр... Э... Александр? Вы не... Сейчас не лучший момент. Александр звонила ваша мать. Она подождет, сэр. Я бы рекомендовал... Это очень важно, сэр. Ваша мать желает с вами поговорить. Ридли? Что здесь вообще происходит? Оливия, я хотел объяснить. Принц? Какой принц? Королева ждет. Вы о чем? Оливия, понимаешь, я вроде как... В общем... Я принц. Как? Позволь мне объяснить. Ты принц? Ваша мать ждет. Спасибо, Ридли. Оливия, я хотел тебе сказать... Ты меня обманывал. Я клянусь. Оливия, пожалуйста. И как давно ты здесь... Королева ждет, сэр. Мама, как долго Ридли шпионил за мной? Он лишь выполнял мой приказ. Приглядывал за тобой и сообщал мне о всех твоих безобразиях. Безобразиях? Я не понял, о чем ты говоришь? Ну, хватит, Александр. Принцу не подобает флиртовать с простолюдинкой, словно школьнику на каникулах. Мама, я не флиртовал. Ты вынудил меня вмешаться. Итак, послушай, тебе следует перестать тратить время на эту девушку, чтобы не бросать тень на нашу семью. Благотворительный вечер отменяется. Вылетай домой первым рейсом. Разговор окончен. Убирайся. Сэр, поймите, Ее Величество делает это лишь... Ты меня не слышал, Ридли. Ридли. Таравийский. Ого. Он настоящий принц. Он настоящий принц, который утаил свою личность и обманывал меня в течение трех дней. Справедливости ради, когда вы впервые встретились, ты тоже не сказала ему, кто ты такая. Ладно, ладно. Слушай, я уверена, что этому есть объяснение. Может, он хотел сохранить инкогнито, отдохнуть, как простой смертный. А может, он не хотел тебя пугать. Но главное в том, что он реальный принц. И он на тебя запал. Это настоящее приключение. Что тебя смущает? Он... Он тебе симпатичен. Тебе просто надо с ним поговорить. Постой. Если Александр принц, то кто тогда Уинстон? Его телохранитель? Телохранитель. Офигеть. Это так возбуждает. Здравствуйте, Ваше Высочество. Привет, Алекс. Извини. Я знаю, я должен был... Впирать мне чушь о том, что ты спасаешь заповедник. Это ловкий ход. Большая часть была правдой. Но это не отменяет то, что я должен был сразу все рассказать. Уинстон буквально кричал об этом. О, хм... Оливия, я все утаил так, как... Я хотел показать кому-нибудь, что я за человек. Понимаешь? И это помогло мне как следует тебя узнать. Может, это было эгоистично с моей стороны, и все же я рад... Что поступил именно так. Пожалуйста, позволь мне загладить свою вину. Больше тайн не будет. Я клянусь. И, пожалуй, мне следует... Еще раз представиться. Принц Александр Баркли Третий Таравийский. Счастлив познакомиться с тобой. Ладно, принц. Я проголодалась. Если хочешь загладить вину, своди меня в ресторан. Я буду счастлив. Пойдем? Любовь. Да, Ваше Величество. Да, мэм. Скоро мой вылет. Ридли, то, что происходит между Александром и этой американкой... Это курортный роман? Или, может, что-то посерьезнее? Трудно сказать, мэм. Однако я уверен в том, что никогда не видел принца таким заинтересованным или... Таким счастливым. Это меня и беспокоит. Ваше Величество, есть одна мысль. Выкладывай. Может быть... Ридли. Это глупость. Простите. Чёрт. Чёрт. У тебя есть корона, трон и всё остальное? У нас есть королевский стул и драгоценности, но это лишь формальность. И потом стул неудобный. Ясно. И дворец у вас есть? Да, есть. Но зимой там ужасный сквозняк, а летом там очень жарко. Теперь важный вопрос. Кто самый запоминающийся человек из тех, кого ты встречал? Кроме тебя, то есть? Молодец. Ты очень учтив. У меня большой опыт. Это наш морской заповедник. Он существует исключительно за счёт частных пожертвований. Я тоже стараюсь помогать. Когда в твоей команде есть принц, это неплохо. Ты можешь передумать, когда узнаешь, как быстро я усыпляю всех своей... Вот чёрт. Что? Я забыл подготовить речь. Ты ещё успеешь? Дело в том, что у меня всегда были проблемы с тем, чтобы выражать свои мысли посредством слов. Вот как значит. Класс. Прелесть. Местный риф служит домом для пяти с лишним тысяч видов. Ты сказал пять тысяч? Пять с лишним. И наша обязанность состоит в том, чтобы защитить их. Есть лишь один способ в полной мере оценить, насколько великолепен этот риф. Местный риф. Я все еще сомневаюсь. Здесь не опасно. Акул бояться не стоит. Акул? Они маленькие и не причинят тебе вред. Готово? Не волнуйся, оно того стоит. Поверь. Три, два, один. Вперед! А-а-а! 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 Надо было лишь сделать первый шаг. Ты не забыл про свою речь? Не забыл. Спасибо, что напоминаешь. Знаешь, ты везунчик, ведь здесь есть писатель, который может тебе помочь. Ты что, поможешь? Ну, заповеднику нужна помощь. Итак, с чего начнем? Заповедник, его цель, зачем он нужен, а как это? Привет. Что ты делаешь? Идеально. Я должен ответить. Опять? Что случилось? И не забудь об этом упомянуть. Можешь не переживать. Как же. Да, извини. Ладно, продолжай. Малыш, ты поговорил? Добрый вечер, друзья. Спасибо, что приехали. Так получилось, что в этот раз я буду ведущим. Главная задача морского заповедника... Привет, Эрика. Работа над концепцией продвигается хорошо. Постараюсь прислать как можно скорее. Отправить. Куда мы идем? Осталось чуть-чуть. Мы не заблудились? Я так не думаю. Если заблудимся в джунглях, твой титул нам полный улет. Красота, правда ведь? Да. Мы с отцом обожали исследовать остров. Понимаю вас. Эй, постой! Он великолепен. Что с тобой? Ты знаешь, здесь... Я чувствовал особую связь с отцом. Я мог с ним поговорить. Как сын с отцом. Никаких королевских протоколов. Я бы хотел почаще бывать здесь и оказывать помощь заповеднику. И бывать в разных других местах нашей планеты. Там, где диким животным требуется помощь. А что мешает? Когда я унаследую престол, я не смогу это делать. Но король ведь всем командует. Я не смогу уделять время личным прихотям. Мама так говорит. Разве она не понимает, как много это для тебя значит? Она человек традиций. Если она что-то решает, ее не переубедить. Я поняла. Но мир меняется. И человек тоже должен меняться вместе с ним. Я тоже отстаиваю свое право заниматься любимым делом. Я не разбираюсь в королевских протоколах. Но ты должен быть честен с самим собой. Не бойся следовать за своей мечтой. Кто бы что ни говорил. Знаешь, ты умеешь убеждать. Что ж, самый трудный момент – это сделать первый шаг. Хороший совет. Молодец. Ты очень умна. Спасибо. Я знаю. Ну что, ты готов произнести речь? А, да. Абсолютно готов. Спасибо тебе. Ты сказал, что мы проведем время вместе, а Сэм вообще со мной не разговаривает. Нет, мы разговариваем прямо сейчас. Ты постоянно участвуешь в совещаниях. Не стоит драматизировать. Ты не смей указывать мне, как и что делать. Я не собираюсь быть ходячим украшением. Лучше б я одна сюда прилетела. Сиев. Отстань. Хороших совещаний. Простите за этот скандал. В последнее время она слегка на взводе. А, это заповедник. Я должен ответить. Вечером увидимся. Да, конечно. Пока. Извините. Значит, вы с ним проводите очень много времени вдвоем? Да. Это ведь классно встречать новых людей. Получать новый опыт. Да. В основном. Поговори с ней. И постарайся выслушать. А если не поможет, попробуй использовать листь. Отличный совет. Это последний. Я понял. Я понял. Спасибо, Оливия. Знаешь, этот Александр счастливчик. Привет. О, привет. Сегодня большой вечер, да? Я надеюсь, ты не будешь надевать это? А что с ним не так? У тебя свидание с принцем. К счастью, у тебя есть подруга, которая тебе поможет. Ты взяла столько шмоток в отпуск? Эй, моя специальность обязывает меня быть готовой ко всему. Это ненормально. Ты это знаешь? Мы подберем тебе такой прикид, что Александр втюрится в тебя по уши. Да. Вот первый вариант. Хватай. Нет. А знаешь, в этом что-то есть. Нет. 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 Ни о чем. Нет. О, хотя нет. Ты выходишь? Ну и? Будем считать, что нет. Нет. Что ж, пора расширить поиск. Нет. Что с этим не так? Ты выглядишь так, словно будешь венчаться в церкви. Нет. Итак. Что скажешь? Как я и сказала, он в тебя втюрится. Хватит уже, старик. Думаю, лишним не будет, сэр. Вот. Идеально чистый. Сэр, вы уверены, что я вам не понадобился? Ой, не переживай. Я справлюсь. Отдыхай, Скэти. Поверьте. Поверьте, все пройдет как по нотам. Да. Уверен, ты прав. Позвольте спросить вас, думали ли вы о том... Как сообщить Оливии, что завтра я должен вернуться в Торовье? Да, сэр. Да, я думал об этом. Пожалуй, мне стоит. Видишь? Нет слов. Просто близко. Ты об этом в чемодане нашлось. Ты и сам блистаешь. Истинный принц. Это Уинстон поработал. Он еще никогда меня не подводил. Я серьезно отношусь к своим обязанностям. Ну что ж. Пойдем? Пойдем. Увидимся позже. Пойдем. Ну что, ты в порядке? Все супер. Пожелай удачи. Она тебе не нужна. Добрый вечер. Спасибо всем, кто приехал на остров. В этот раз я буду ведущим. Прошу вас строго меня не судить. Этот морской заповедник был создан, чтобы защищать и сохранять уникальный, чудесный подводный мир. А также подавать пример другим. Его работа возможна лишь благодаря вашей щедрой поддержке. От имени всех сотрудников. Спасибо вам. Поддержка этой организации является для меня одной из главных привилегий. И райский остров с детства был для меня, можно сказать, вторым домом. Для моего отца сотрудничество с этой великолепной командой являлось одним из любимых занятий. Он всегда хотел делать больше. Как и я. На днях один человек напомнил мне, что людям следует делать то, о чем они мечтают. Поэтому я решил объявить о том, что в память о своем отце я создам фонд, чтобы поддерживать и этот заповедник, и природоохранные организации во многих странах. Мы должны работать сообща, чтобы наша потрясающая планета сохранилась для будущих поколений. Большое спасибо вам всем. Хорошо вам отдохнуть. Отличная речь. Что ж, мне кое-кто помог. Так ведь? Хочешь потанцевать? Я с удовольствием. А ты хорошо танцуешь. Ты думал, плохие каякерши не умеют танцевать? Туше. Слушай, можешь рассказать, над чем ты в последнее время работаешь? Боюсь, мой издатель будет против. Вдруг ты запостишь спойлеры в соцсетях. Мне не разрешают иметь аккаунты в соцсетях. Так что я не выдам твой секрет. Ну что ж. Место действия – тропический остров. Обычная девушка влюбляется в принца, который скрывает свою личность. Ты далеко необычная. Я хотела тебя поблагодарить. Не стоит. Еще как стоит. Ты показал мне остров и вдобавок помог многое понять. Я ведь могу и привыкнуть. Александр! Мама? Что ты здесь делаешь? Милый, ты ведь знаешь, что я не могла пропустить этот вечер. Я очень... А, извини, я забыл представить Оливию Перкинс. Оливия – это моя мама. Королева Патриция Баркли. Ваше Величество, я многое слышала о вас. Надеюсь, хорошее. Присядем. Все будет хорошо, не переживай. Ты сам в это веришь? Ваше Величество, я вернусь через несколько минут. Спасибо, Ридли. Что там происходит? А? Между твоей мамой и дворецким подприкрытием. Ты думаешь, что у них... Да, думаю. Итак, говорят, перед моим приходом ты сделал несколько очень громких заявлений. Я лишь сообщил о своих нанесениях. Не следует давать таких больших обещаний. Мы можем обсудить этот вопрос по пути домой. Я так понимаю, вы писательница, мисс Перкинс. Да, Ваше Величество. Боюсь, я не знакома с вашим творчеством. Но, как говорят, вы ориентируетесь не на самую взыскательную аудиторию. Это можно понять. Я надеюсь, после интрижки с Александром в ваших следующих произведениях не появится карикатурное описание королевских особ. Почему ты вдруг проявляешь такой интерес к ее произведению? Нет, я не собиралась их использовать. До сих пор. Простите, Ваше Величество, Ваше Высочество, я хотел спросить, не хочет ли принц вместе с другими спонсорами попозировать для фотографий? Нет, не сейчас. Я надеюсь... Александр, ступай. Это ведь именно та возможность, о которой ты говорил, шанс привлечь внимание к заповеднику. А мы пока поболтаем и получше друг друга узнаем. Иди, Алекс. Так и быть. В конце концов, это лишь пара фото. Я скоро вернусь. Сюда, сэр. Мэм? Оливия, я думаю, нам следует использовать эту возможность, чтобы поговорить откровенно. Ладно, хорошо. Я начну, пожалуй. Ты влюблена в Александра. Я... Мой бог, если я ошиблась, это все очень упростит. Я верно оценила положение вещей? Да, я не ошиблась. Очень жаль. И что еще хуже, мой сын, похоже, разделяет твои чувства. Это плохая новость. Ты это понимаешь? Нет, ну вы же объясните, так ведь? Дело в том, что тот мир, в котором мы живем, в корне отличается от твоего. Оливия, жизнь короля, связана с большими обязательствами и ответственностью. Александр не просто дипломат, понимаешь? Он... он символ. Наш народ многого ожидает от него и его королевы. Рядом с моим сыном должен быть человек, который понимает его мир, который сможет его поддержать и защитить. А ты не такой человек, я боюсь. А если он так не думает? Оливия, Александр для меня самый дорогой человек, но он всю жизнь витает в облаках. Возможно, он верит, что вы сможете быть счастливы вместе, но, моя дорогая, я боюсь, что это противоречит законам нашего мира. Ну что ж, давай пофантазируем. Не против? Даже если ты сможешь полностью перестроить свою жизнь, переехав в Таровию, Александр, как король, должен будет постоянно путешествовать. Вы будете редко видеться. Так что ты окажешься одна в чужой стране, и у тебя не будет никакой частной жизни. Каждый час твоего дня будет тщательно распланирован, каждая минута расписана, за каждым твоим движением будут следить, общество и пресса будут разглядывать тебя под микроскопом, и скоро Александр начнет себя винить в твоих страданиях. Он потеряет фокус. Это приведет к ошибкам, а король ошибаться не должен. Оливия, это не твой мир. Ты никогда не станешь в нем своей. Поэтому, если мой сын тебе дорог, если ты хочешь, чтобы он был счастлив, пожалуйста, пока ты еще не наломала дров, оставь его в покое. мы обе знаем, что он ответит, если ты его спросишь. Но это ничего не изменит. Поверь мне, уехать – это лучший выход. Оливия, желаю тебе удачи с новой книгой. А где Оливия? У бедняжки началась ужасная мигрень, и она вернулась в отель. Мне стоит ее проведать. Нет, она знает, как много это мероприятие для тебя значит. Она хочет, чтобы ты остался и хорошо провел этот вечер. Ладно, давай сфотографируемся вдвоем. О, привет! Ух ты, что-то случилось? Этот самовлюбленный сноб тебя обидел, так ведь? Я сразу понял, что с ним что-то не так. Не переживай, он тебя явно не достоин. А где Тиффани? А, она… Она решила, что мне сейчас следует сосредоточиться на своей карьере. Знаешь, я очень рад, что мы с тобой встретились. Я хотел тебе кое-что сказать. Я должен это сказать. Я думаю, мы ужасно ошиблись. Я знаю, это безумно звучит, но, закончив отношения с тобой, а потом, неожиданно встретив тебя здесь, я вдруг абсолютно четко все осознал. Я думал, что наши пути разошлись, но я был неправ. Мне бы хотелось, чтобы мы с тобой воссоединились. Давай уедем домой. Что скажешь? Нет. Нет? Ты ведь не хочешь быть со мной. Ты вообще не знаешь, чего ты хочешь, и это нормально, Кайл. Но надо признать, что кое в чем ты был прав. Да? Наши пути разошлись. Береги себя, Кайл. И небольшой совет. В будущем не проводи отпуска здесь. Да, наверное, не стоит. Все. Это ты? О, иди ко мне. Я неля, Дев Ghia. Кайл Кайл Kneи. Мьи. Мьи. Гайл we Оливия, это Александр. Как ты себя чувствуешь? Оливия? Александр? Что там? От Кэти. Вкусный и крепкий. Спасибо. Что ты сделала? Ты о чем? Мам, что ты ей сказала? Дорогой, я сказала ей правду. Вот и все. Так я и думал. Ты не могла, не попробовать. Дорогой, не стоит так драматизировать. Я действовала в твоих интересах. Ты это знаешь. Уинстон, пожалуйста, помоги мне собрать вещи. Мы летим в Америку. Хорошо, Алекса... Ваше Высочество. Александр. Александр, я запрещаю тебе спускать на ветер свое будущее из-за детского увлечения этой посредственной писательницей. Ты говоришь, как первостатейный снор. Александр, ты должен следовать королевским традициям. Наша культура и наши обычаи – это главное. Ты говорила, я буду счастлив, если познакомлюсь с девушкой, что мне подходит. Ты помнишь, когда ты изменилась, мама? Когда твоя гордость стала более важной, чем наше счастье? Как ты смеешь? Говоришь, ты действуешь в моих интересах. Но почему мне всегда казалось, что моя жизнь – это лишь пункт в твоем ежедневнике? Александр, хватит, слышишь? Знаешь, в чем состоит трагедия? Мы с тобой находимся в одинаковой ситуации. О чем ты говоришь? Странно, что я заметил это только вчера. Когда у тебя появились чувства Кридли, мам? Чувства Кридли? Ты что, совсем с ума сошел? Кстати, Оливия сказала мне об этом. Она сразу догадалась. Завидная проницательность, правда? Мама. Не нервничай. Ты можешь все мне рассказать. Когда умер твой отец, мне было ужасно одиноко. А Ридли был настолько добр. Настолько заботлив. И ты не дала воле своим чувствам? Конечно, нет. Будет скандал. Сейчас уже нет. Времена изменились. Нам нельзя отставать от них. Зачем жертвовать настоящим счастьем из-за устаревших традиций? Мама. Пожалуйста, не совершай ошибку, о которой будешь жалеть. И спасибо, что всегда была рядом со мной. Я это очень ценю, поверь. Но я теперь взрослый, а не мальчик. И ты должна мне доверять. И ты не знаешь. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Простите, обед привезли... Есть лишь один небольшой момент, который меня смущает... Поднимайтесь! Один нюанс... Какой нюанс? Финал... Ты должна их поженить... Зачем? Ты сама знаешь... Читатели любят хэппи-энд... Они любят вдохновляющие позитивные истории... Это так... Но жизнь бывает трудной, непредсказуемой и чудной... И иногда все идет не так... Но твои читатели ожидают, что концовка будет счастливой... Поэтому и читают... В моей книге все будет как в жизни... Никакого сказочного финала... Я не верю своим ушам... Как ты узнал, что я живу здесь? Привет! Прикалываешься? Слушай, я знаю, ты в шоке... Можешь нас впустить? Мы все тебе объясним... Оливия, можешь меня выслушать? Что ты тут делаешь? Я решил провести несколько встреч, связанных с новым фондом... Но вообще я хотел тебя увидеть... Оливия, я сожалею о том, что случилось... И не хочу, чтобы все закончилось вот так... Потому что ты мне очень дорога... Ты куда пропала, моя дорогая? Александр, зачем ты это делаешь? Выполняй королевский долг с той, что достойна быть королевой... А я буду жить как обычный человек... Оливия, я тебе клянусь, что ты единственный человек... С которым я хотел бы связать свою жизнь... Слушай, ты поговорил с мамой? Боюсь, она может быть против твоих планов... Сейчас узнаешь... Может, объяснишь, что происходит? Увидишь... Ваше Величество, еще раз привет, Оливия! Кто это? Я пришла попросить прощения... Я была очень грубой, любопытной и назойливой... Спасибо... Это мне следует сказать тебе спасибо... Правда состоит в том, что я всегда ревностно защищала свою семью... Но в определенный момент я стала забывать, как следует ее защищать... Мать должна уважать выбор ее детей... И не позволять идеям, утратившим актуальность, мешать им быть счастливыми... Ну и ей самой... Рад вас видеть, мэм... Прошу меня простить за то, что обманул вас в тот раз... Я не обижаюсь... Вы ведь могли просто позвонить... Это совсем не по-королевски... Так ведь? Вы не могли бы выйти на минутку? Перекусим, Ридли? Я с удовольствием... Помнишь, я тебе говорил, что у меня плохо получается выражать свои чувства посредством слов? В общем... Я люблю тебя... У тебя получилось... Оливия, должен тебе сказать... Что королевская жизнь может быть непростой... Она полна компромиссов и обстоятельств... Но если ты готова... То поверь мне, это отличное приключение... Что скажешь? Может быть, я дам счастливому финалу еще один шанс? Моя дорогая, можно уточнить... Когда ты сказала счастливый финал, ты имела в виду книгу или вашу историю? Это... Это... Принц из рая. Концепция. Автор Оливия Перкинс. Конец. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...